Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса доносена в задание 733. Докажите, что объем треугольной призмы равен половине произведения площади боковой грани на расстоянии от этой грани до параллельного ей ребра. Тогда давайте запишем условие. Мы рассматриваем треугольную призму АВСА1В1С1. Это просто призма. Значит, она может быть и наклонной. Мы такую наклонную призму и изобразили. И теперь мы проведем... Тут сказано так, что расстояние от этой грани... Выберем грань АА1В1В до параллельного ей ребра. Но ребро ЦЦ1 параллельно грани АА1ВВ1. Потому что ЦЦ1 параллельно АА1ВВ1. Поэтому по признаку параллельности прямой плоскости ЦЦ1 параллельно... Давайте запишем... Нет, не будем это записать. Так вот, расстояние между ЦЦ1 и плоскостью АА1В1В это перпендикуляр, опущенный из любой точки. Ну, например, из точки ЦЦ1 на плоскость АА1В1В. Давайте так и запишем, что... Вот обозначивать перпендикуляр ЦХ. ЦХ перпендикулярно плоскости АА1В. Достаточно трех букв для описания плоскости. И нам нужно доказать, что объем вот этой призмы равен половине... Значит, одна вторая произведения площади боковой поверхности. Значит, площади АА1В1В на вот этот перпендикуляр ЦХ. Ну, первое, что мы сделаем... Достроим данную треугольную... Достроим данную треугольную призму... Призму... До параллелепипеда. Что для этого мы сделаем? Ну, для этого мы сделаем... Проведем в основании... У нас был треугольник АВС, а мы достроим его до параллелограмма. То есть проведем две прямые параллельные АС и АВ. Получим точку К. То же самое сделаем в верхнем основании. Получим точку КК1. И давайте запишем так. Поскольку треугольник АВС... Ну, мы достраивали до параллелограмма. Равен треугольнику БКС. Соответственно, треугольник А1В1С1 равен треугольнику АВ1В1К1С1. Этот треугольник равен... Ну, еще боковое ребро КК1. Тогда у нас параллельно АА1. И КК1 еще и равно АА1. Ну, как, впрочем, и любому другому боковому ребру. То тогда отсюда следует, что мы получили... Мы достроили фактически точно такую же призму с такими же основаниями и такими же боковыми ребрами. Тогда мы можем записать, что объем полученного параллелепипеда равен двум объемам призмы. И отсюда можем записать, что объем призмы равен 1,2 объема параллелепипеда. А чему равен объем параллелепипеда? Объем параллелепипеда равен произведению его основания на высоту, проведенную к этому основанию. Если мы возьмем за основание, мы можем выбрать любую грань. В данном случае мы возьмем грань АА1Б1Б и тогда умножить на CH, потому что CH – это высота к этой грани, проведенная. Таким образом, у нас получается, что объем призмы равен половине произведения площади грани АА1Б1Б умножить на CH, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok